МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кабинет министров в четверг одобрил проект бюджета на ближайшие три года, который должен быть внесен в Государственную Думу до 28 октября. Подготовка документа далась к обмину нелегко. После многочисленных споров на различных отраслевых совещаниях был подготовлен весьма жесткий и прагматичный бюджет, который фактически подчинен той же логике, что ложилась в основу главных финансовых документов страны предыдущих двух лет. Правительству снова пришлось исходить из продолжения санкций и ответных мер на весь трехлетний период. При этом ориентиром стал консервативный вариант социально-экономического развития страны. При подготовке бюджета Кабмин опирался на весьма осторожную оценку будущей динамики цен на нефть. По мнению Дмитрия Медведева, доходы бюджетников благодаря такому подходу будут меньше зависеть от ценовой конъюнктуры на сырье. Впрочем, как бы ни складывалась для России внешнеэкономическая обстановка, бюджет останется социально ориентированным. Глава правительства пообещал, что все обязательства перед гражданами будут выполнены в полном объеме. И не только напрямую через зарплаты и социальные выплаты, но и косвенно через те проекты, которые ведутся в рамках госпрограмм. Федеральный центр намерен оказывать всестороннюю финансовую поддержку внебюджетным фондам, чтобы и пенсионеры, и многодетные семьи, и все, кто нуждается в помощи, получали ее вовремя в необходимых объемах. Один из наиболее острых вопросов нового бюджета – пенсии, который правительство обещает проиндексировать в феврале, в полном объеме по итогам накопленной инфляции за 2016 год. Не откажется Кабмин и от единовременной выплаты пенсионерам 5 тысяч рублей в начале следующего года. Социальным, несмотря на все сложности, в 2017 году будет и бюджет Неницкого округа. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор региона Игорь Кошин. Безусловно, бюджет 2017 и последующих годов будет сложным и напряженным, потому что мы не видим резкого отскока цены на углеводороды, то есть на нефть. Повторюсь, бюджет будет очень сложным. Но в любом случае мы живем в Неницко-автономном округе, и он будет социальным. Почему он будет социальным? Потому что 4 пятых расходов окружного бюджета, это даже чуть больше, это непосредственно образование, это здравоохранение, это социальная защита, это компенсации на тепло, на свет, транспортные компенсации, то есть вся эта сфера ЖКХ, и расходы на гос-муниципальное управление. И небольшая, малая часть на жилищное строительство, на подготовку территории под строительство, содержание автомобильных дорог и так далее. Потому что мы ещё находимся в 600-м указе президента, мы должны продолжать сносить ветхое аварийное жильё, и жилищную проблему мы будем решать, как бы сложно нам это бы не приходилось. Поэтому бюджет в любом случае социальный. Та часть, которую мы продолжаем вкладывать в наши предприятия агропромышленного комплекса, вот мы сейчас очень детально, и профильный департамент очень детально отрабатывает, какие меры мы можем сохранить, какие мы будем пересматривать, и куда мы будем двигаться дальше. То есть развитие – это только в части предприятия, всё остальное социальное. Поэтому бюджет социальный. Но бюджеты сегодня у всех территорий очень сложные. И, безусловно, в первую очередь принципы адресности. В федеральном бюджете правительство учло нужды регионов, которые продолжат получать льготы по региональным инвестиционным проектам. Чтобы сделать региональные бюджеты более сбалансированными, Кабмин предлагает иначе распределить налог на прибыль между субъектами и федеральным центром, ввести дополнительные требования к участникам консолидированных групп налогоплательщиков. Какие задачи ставят перед регионами федеральный центр, какая помощь будет оказана субъектам и о переходе на проектный метод работы. Об этом глава региона Игорь Кошин рассказал в ходе прямой линии. За 50 минут прямого эфира поступило 9 звонков от жителей Наринмара, Нельминовоноса, Лабожского и других населенных пунктов. Жизнь в современных экономических условиях диктует свои правила. Из-за падения нефтяных котировок недополучают средства и федеральный бюджет в целом, и бюджет Нейнского округа в частности. Поэтому сценарий финансового обеспечения корректируется с учетом поступающих доходов. Нейнский округ вынужден брать кредиты. На сегодняшний день госдолг региона составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Между тем регион планирует привлечь еще один коммерческий кредит. По итогам кредитного аукциона право на предоставление региону денежных средств выиграл Сбербанк России со ставкой 10,35%. Кредит в размере 200 миллионов рублей станет последним в этом году. Есть утвержденный бюджет. Значит, цены со 100 долларов упали до 35. У нас треть наших доходов выпала из бюджета. Треть наших доходов – это содержание школ, детских садов, это здравоохранение, это субсидии на ЖКХ, транспортные субсидии, содержание дорог, и пошло-поехало. Вот мы за два года были вынуждены, чтобы частично эти средства возместить, были вынуждены взять кредит на выплату с зарплаты. Если говорить про 2004-2005 год, бюджет округа был 4 миллиарда рублей, сегодня он по расходам 19 миллиардов рублей. Вот и вся жизнь. Другого, к сожалению, здесь нет. Зарплата в 2004 году была 10 тысяч рублей, сегодня зарплата совершенно другая. Если взять, опять же, 2005 год, весь бюджет был порядка 5 миллиардов рублей, то сегодня мы на образование, спорт и культуру тратим гораздо большую сумму, нежели 5 миллиардов рублей. На здравоохранение и соцзащиту мы сегодня тратим 4,5 миллиарда рублей. И это тоже факт. На сегодняшний день в условиях дефицита окружного бюджета мы умудряемся впервые за не один десяток лет обновить воздушные суда в нашем авиаотряде. Вот 30 сентября был юбилей, вот 30 сентября наши авиаторы пригнали новый вертолёт. Это же здорово. С 14 числа, вот сегодня Валерий Евгеньевич Стопчук, генеральный директор авиаотряда, докладывал, что с 14 числа он уже полетит и начнёт работать. Понимаете, мы были в НИСИ, прилетает самолёт ТВС-2МС. Он летит быстрее, комфортнее. Спрашиваю жителей, лучше самолёт, хуже. Значит, изменилось что-то? Он говорит, впервые из самолёта выходят люди без пакетиков. Понимаете, вот это же важно. Мы забрали в собственность Нининского автономного округа Наримарский торговый порт. Вы все видите, в каком состоянии он на сегодняшний день находится. Приводим его потихонечку в порядок. Сложно. На это требуются огромные финансовые ресурсы. Понимаете? Но если вся наша материально-техническая база рухнула, понимаете? Если Дом культуры в посёлке Искатель имели по 2-3 миллиарда, имели денег на счетах, мы не могли построить Дом культуры в посёлке Искатель. Понимаете, вместо этого строили объекты, которые стоят сотни миллионов рублей на количество учеников, там в 2-3 раза превышающие потребности. Если мы строим очистные сооружения, но при этом забываем построить сети. Хотя, ну, второкласснику, понятно, изначально необходимо строить сети, а дальше уже очистные сооружения, ну и так далее и тому подобное. В округе построен завод Заполярье. Это позволит активизировать жилищное строительство в следующем году. Уже сегодня его продукция востребована на строительстве детского сада на авиаторов, есть заказ и настрой материалы для строительства школы в том же микрорайоне. Кроме того, будет скорректирована проектно-смертная документация по строительству школы в посёлке Искателей. С тем, чтобы использовать возможности завода, для работы на заводе набирали персонал из числа местных жителей. Между тем, вопросы трудоустройства не сняты с повестки дня. На сегодняшний день на бирже труда состоят 519 официально безработных. В свою очередь, Центр занятости предлагает 590 вакансий. Понятно, что там есть вакансии, связанные с узким профилем. Это так называемые врачебные вакансии. Но есть и многие другие. И я до сих пор пытаюсь разобраться, почему у нас эти вакансии не заняты, которые предоставляются. Отчасти есть нежелание работодателей брать каких-либо специалистов. Но отчасти есть и нежелание желающих получить работу устроиться по той либо иной специальности. Поэтому вот этот баланс нам очень сложно свести. Но на следующий день вакансии есть. И вакансии реальные. Игорь Кошин отметил, что на различных объектах трудится много приезжих граждан. В пример, глава региона привёл ситуацию в Нижней Пёше. Там на строительстве школы из 33 строителей работают всего трое местных жителей. Желающих работать из местного населения немного. И это факт. С начала года от нефтяников получено порядка 200 вакансий, а трудоустроено только 60 человек. Сейчас в округе созданы все условия для ведения малого и среднего предпринимательства. Одним из эффективных инструментов развития Нейнского округа должен стать бизнес-инкубатор. Он создаст и укрепит связи между малым бизнесом и другими секторами экономики, а также сможет обеспечить рост занятости и уровни жизни населения округа. Запуск бизнес-инкубатора станет финальным пунктом, который региону необходимо выполнить по федеральному закону о развитии малого и среднего предпринимательства в части создания инфраструктуры для бизнеса. В ноябре мы завершим полностью создание инфраструктуры для малого бизнеса. У нас есть фонд, есть лизинковая компания, будет бизнес-инкубатор. Все это будет в одном месте. Пожалуйста, занимайся своим делом. Бери, получай грант. Не хочешь получать грант, просто бери бизнес-идею, тебе помогут её просчитать. Давайте заниматься. Но при условии, когда как только мы исключим конкуренцию государства с бизнесом, тогда вопросов не будет. На сегодняшний день нам, по большому счёту, не важно, кто оказывает услугу населению. Либо это государство, либо бизнес. Важно, кто её финансирует. Государство. Это первое. И важно второе, чтобы эта услуга была оказана одинаково качественно. Что бизнесом, что государством. Мы говорим о том, что мы готовы часть социального бюджета отдать малому бизнесу, отдать некоммерческим организациям, потому что там люди более активные. Развеять слухи главу региона в ходе прямой линии попросили работники детского сада «Гнёздышко». По словам Ольги, которая дозвонилась в эфир, в детском саду собираются сокращать климатические надбавки с 80 до 50%. У нас на сегодняшний день ситуация в следующем. Окружные все получают 80, по федеральным у нас получается некоторые получают 50. Ну, потому что они руководятся своими, в принципе. Вот мы ничего планировать, менять не собираемся. Я вам больше скажу, у нас даже не обсуждался нигде изменение вот этих северных, районных климатических коэффициентов. Поэтому для меня это новость, но буду знать. Слухами в прямом эфире поделились и работники Наринмарского АТП, мол, предприятие хотят кому-то отдать. Игорь Кошин пообещал обратиться с этим вопросом к мэру города, в чем видение и находится АТП. Кроме того, Игорь Кошин взял на контроль и вопрос с освещением новой дороги на авиаторов. Валентина из Лабужского обратилась к главе региона с вопросом о газификации населенного пункта. На сегодняшний день у нас подписано соглашение с Газпромом, подписана, есть общая схема газификации. И сегодня смотрим по финансовым возможностям Газпрома и по финансовым возможностям нашим, и по финансовым возможностям населения. Готово ли население по тем ценам, которые в итоге получаются, за этот газ платить? И кто должен компенсировать эту разницу? Вот эту работу мы, как только мы эту работу завершим, мы доведём все эти цифры до населения, дальше вы будете принимать решение. Если вы готовы к этому, то значит мы будем дальше двигаться. Потому что на сегодняшний день это миллиарды рублей. Вот в чём суть. И в любом случае за подключение населению придётся платить. Поэтому это не бесплатное удовольствие, к моему большому сожалению. Поэтому мы на финишной прямой уже находимся, как только все эти расчёты, мы их официально публикуем, и дальше население будет принимать решение. Главная задача, которая стоит на сегодняшний день, отметил Игорь Кошин в завершении прямой линии, состоит в том, чтобы существующий рынок труда был занят местными жителями, а работодателям должны быть созданы равные условия. Кроме того, стоит задача по профессиональной подготовке кадров в местных учебных заведениях. На сегодняшний день учащиеся ПТУ осваивают профессию водителя трикола в планах обучения сварочному делу. На сегодняшний день для работы в Тундре существует 7 тысяч рабочих мест. Округ должен получить там как минимум 2 тысячи. Нам сегодня непросто, нам сегодня сложно. Но я уверен, что только вместе мы сможем сделать шаг вперёд и выйти из этого кризисного, скажем так, явления нашей экономики. Мы сможем выйти обновлёнными, более сильными. И самая главная наша задача – уйти от стопроцентной зависимости на нефть. В Наринмаре появился план развития территории, учитывающий размещение объектов капитального строительства. Документация разработана омской компанией «Арт-Геоника». В проекте, кроме строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории. От озеленения улиц и территорий общего пользования до обустройства буферных зон, зелёных насаждений вдоль автодорог. Всё это перспективы будущего, однако территория под застройку начинает формироваться уже сегодня. Где в Наринмаре будут построены, к примеру, жилые массивы, представители департамента строительства и городской мэрии рассказали депутатам регионального парламента в ходе рабочей поездки. Рабочая встреча стала дискуссионной площадкой для выработки предложений, которые обсудили на публичных слушаниях по проекту планировки и межевания территории города. В недалёком будущем на пустующих территориях за улицей Меньшикова будут построены жилые дома. Согласно плану, здесь начнётся зона многоэтажной жилищной застройки, которая со временем, по мере обведжания существующего жилого фонда, распространится до улиц Ленина и Рыбников. Сегодня планом предусмотрено строительство только жилых домов, транспортной и инженерной инфраструктуры. Законодатели регионального парламента в свою очередь заметили, что застройка должна быть комплексной. Если мы говорим о комплексной застройке, это комплексная застройка, которая предполагает создание в том числе инфраструктуры. Ну так или нет? Всё. И дорога в том числе. Это самое главное будет. И сейчас мы не будем повторяться, какие элементы она должна включать. Вы говорите, школы нет, садик не знаю, автостоянка не планируется. Ещё раз говорю, дорога, значит надо подумать. Не могут быть только чисто дома. Понимаете ли, когда действительно нет торговых площадей, ещё что-то. Но давайте, когда мы говорим комплексно, она это дело предполагает. Поэтому, наверное, вопросы эти всё-таки надо понимать, и нам надо на публичных службах их услышать. Парковки, детские площадки, торговые точки. Всё, что необходимо человеку для комфортного проживания, должно быть в новом микрорайоне. И решать эти вопросы необходимо на стадии планирования застройки территории, уверены депутаты. Ещё один участок, который запланирован поджилищную застройку, бывшая территория ОПХ, около аграрно-экономического техникума. И сколько здесь домов планируется? Пока, насколько я помню, два. То есть два небольших домов многоквартирных. Потому что здесь многое, ты не разместишь. Итажность тоже, пока не определились точно с этажностью, но невысокая этажность. До трёх, малоэтажная. Индивидуальная жилая застройка запланирована в микрорайоне Старый аэропорт. Территория порядка 80 гектар позволит обеспечить участками около 200 многодетных семей. Сегодня вопрос подготовки этих участков на особом контроле главы региона. Что касается многоэтажной жилой застройки города, то пока этот вопрос остаётся открытым. Речь идёт лишь о территориях, на которых начнётся строительство. Временные рамки у нас определяет генеральный план. То есть у нас есть объекты, которые идут на первоочередные, есть объекты, которые на расчётный срок. Расчётный срок у генерального плана примерно 20 лет. 25 лет сейчас. Мы в эти рамки всё и будем пытаемся уложиться. Всё зависит, конечно, то есть есть объекты регионального значения, которые строятся за бюджетные средства, округа есть местного значения, которые за местные бюджеты строятся. Но в основном это всё касается, конечно, частных застройщиков, которые строят свой счёт. Каким будет наш город через несколько лет? Как будут использоваться его территории? Что и где будет построено? Все эти вопросы обсудили на публичных слушаниях. Они прошли 14 октября в Арктике. У участников публичных слушаний нашлись замечания к проектировщикам. Это район Минского адресно-экономического техникума. Там тоже предполагается, я так понимаю, малоэтажная застройка, что это зелье любшего цехостанца. И вот знаете, что приходит в голову? У нас в городе катастрофически не хватает зелёных носорогов. Но просто назовите мне, где есть парк, где нету ничего. Мы сейчас всё под жильё, под офисы, под всякие общественные объекты. И негде погулять просто. Вот выйти погулять с детьми. Давайте в этом месте сделаем скверик хотя бы на дольше. Просьба к разработчикам серьёзно подумать. Заинтересовало участников публичных слушаний и наличие в проекте экзотических для Наринмара объектов. Будет построить ещё один новый кинотеатр и аквапарк. По предложениям участников публичных слушаний в проект планировки и межевания внесут определённые коррективы. У нас, значит, на территории города-искателей отсутствует штрафстоянка. Здесь она предусмотрена, ведь и не... Какого обращения не было? Ну, это норма федерального контакта, то есть тоже будет... Давайте, да, сейчас об этом учтём. Просьба, да, уточнить. Всё замечание и предложения участников публичных слушаний учтут. Напомню, что проект планировки и межевания Наринмара включает развитие его территории, строительство жилья, объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройства и озеленения городских территорий. Расчётный период претворения проекта в жизнь – 30 лет. Документация по планировке территории Наринмара, разработанная омской компанией «Арт-Геоника», опубликована на официальном сайте Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Неницкого округа. На этом всё. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. До встречи ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok